Перемена в школе – повод не только отдохнуть, но и подкрепиться. Но не только детям подают сегодня кашу. За отдельным столом расположились мамы учеников школы. Они – члены общественной комиссии, которая следит за качеством пищи, подаваемой в школьной столовой. Причем инициаторы подобной проверки – сами работники школы. Просила классная руководительница поучаствовать в общественной комиссии по дегустации. Мы были записаны на завтрак. Еще и бывает дегустация обеда. Мы записаны на завтрак. Традиция привлекать родителей к контролю за качеством школьного питания существует в Ленинском муниципалитете уже несколько лет. Во всех школах для тех, кто изъявил желание быть дегустаторами, составляется график. Пока нареканий к пище не было. Кто-то может прийти во время обеда, кто-то может прийти с утра. Поэтому по желанию родителей мы составляем такой график, который им самый удобный. На школьный сайт периодически поступают письма от родителей, где благодарят за еду, которая готовится в школьной столовой. Слова директора подтверждает и одна из дегустаторов. Детям нравится. Всегда, когда приходят домой, им нравится школьное питание. Всегда они сытные. У меня и на продленке остаются, и кушают тут. Все им нравится. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева разработан список дополнительных предложений по повышению качества питания в школах. Сейчас столовые подмосковных школ обслуживают около 100 поставщиков питания. С февраля будет составляться их рейтинг, учитывая отзывы родителей учеников. В настоящее время на родительских собраниях проводится работа, чтобы как можно больше родителей приходили, проводили дегустацию блюд и оценили качество питания. Только все вместе мы сможем организовать питание должным образом. Тем временем дегустация подошла к концу. В специальном журнале все члены общественной комиссии оставляют свои рекомендации, пожелания и претензии. Правда, и в этот раз их нет. Все отлично. Все чисто, вкусно. Все хорошо. Я, честно, первый раз пробую гречневую кашу сладкую. И шикарно. Из более чем 24 тысяч учеников Ленинского городского округа, 21 тысяча питается в школьных столовых. Сотрудники отдела образования, администрации муниципалитета подчеркивают, что всегда готовы выслушать вопросы и пожелания родителей учащихся. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.